Всем доброе утро, время 6.15 утра. Я сама от себя в шоке, что я проснулась и сейчас иду в тренажерный зал. Ну что, всем доброе утро еще раз. Время 7 утра, только что 40 минут так хорошо позанималась, сделала тренировочку на руки. Они у меня уже начали болеть. Солнце мы с вами не успели встретить сегодня, но не важно. Еще успеем. Всегда здесь завтра. Тучки какие-то на небе. Давайте посмотрим. Мне очень понравилось сегодня, что я так встала рано, позанималась. У меня такое классное состояние, представляете? Время только 7 утра, у меня уже заряд энергии просто такой огромный. Мне нравятся мои изменения в жизни, которые я создала. Сейчас пойду домой, выйдем в скейт на прогулку и сяду, найду пару минуток написать свои желания. Это теперь моя привычка, скажем так. Смотрите, как красиво. На сам океан я не пойду, потому что у меня спортивная одежда. Смотрите, как красиво. Какой океан тихий, спокойный. Солнце встало. Дяденька с солнцем разговаривает, видите? Чутенько йогой занимается. Феликаны летают. Посмотрите, как красиво. Боже мой, как же это красиво. Я вот так встаю, просто смотрю на океан, на солнце. И прям мне так хорошо становится, я не знаю, может быть мне солнце какую-то такую энергию дает. Забрала свою книгу. Хорошо позанималась. В общем, классно. Мне очень нравятся мои какие-то изменения, какие-то мои мотивации новые. То, о чем я рассказывала. Карта желаний завтра будет готова. И знаете, когда я начала об этом говорить, прям серьезно начала действовать. В прошлой неделе прям, понимаете, у меня такое видео даже было про вот это, когда я начала записывать свои желания каждое утро. И после этого, у меня прям каждый день я начала как-то так серьезно, знаете, смотреть на все и действовать, действовать просто. Не знаю, у меня как в голове переключилось конкретно. И вот с этого момента у меня начались уже, знаете, какие-то изменения. На самом деле я вижу изменения, связанные, допустим, с бизнесом, которые вот проектами, которые я начала не так давно делать, и они начали приносить результат. Вчера у меня было два покупателя. Сегодня втром проснулась еще один. Расскажу вам, что, что, что именно. Иду домой. Кстати, в тренажерном зале, я думаю, будет пусто. Нет? Там уже было два человека для меня. И еще два подошло. Так что я не одна выгорания Аташка. Даже эти деньги с другим разговаривала. Говорит, рано она начала вставать, менять свои привычки, дисциплину. И прям так себя классно чувствую. Я тоже очень рада. Мне так нравится. Ну что? Я уже скейт. Мы уже скейт вышли на прогулку. Как в финтик. К шесть проснулась. Я уже сходила в тренажерный зал. Мы уже идем скейт на прогулку. Так что, если есть возможность, встойте пораньше. Столько можно полезных дел сделать. И мне очень нравится вставать пораньше. Потому что, если я сплю подольше, даже часов до семи, до восьми, я посплю. Мне уже как-то кажется, что я переспала. И такое состояние на весь день какой-то усталости, что ли. А когда я рано встала, и у меня сегодня получилось очень легко встать. Без проблем. Даже я не ленивась сегодня. Утром сходила в зал. Сейчас столько много дел успею сделать. Вообще, меня это очень-очень радует. И дает мотивации, какие-то силы, чтобы действовать и делать еще больше и больше. Ну, мы пришли в наше любимое местечко. На прогулку. Маленькая кейт. В пятницу иду к доктору. Узнавать, как пошли мои анализы, обследования, которые я делала. Кровь вставала в прошлый раз. Посмотрим, что там интересного он мне может сказать. Почему? Пожаловаться, что какие-то у меня такие странные состояния в последнее время. Не знаю от чего, что у меня как-то. Иногда бывает такое, что кружится голова. Это очень странно. Вернение иногда, а очень часто в последнее время. Давайте посмотрим, увидим мы с вами моноти или нет. Смотрите, видите, такие разводы. Это все, потому что здесь лодки ездят. От бензина, от масла, видимо. Вся вода такая. Немножко мутная. Красота, лепота. Вот такое вот утро. Наша леди Golden Girl. Кто там есть сегодня? Кто там чистит ее? Или это люди, которые там живут? Golden Girl. Как вам моя новая машина в оранжем цвете? Шучу. Нет, мне такую машину не нужно, потому что в таких маленьких машинах мне станет просто плохо. Поэтому я хочу себе большую машину, как вы знаете, чтобы мне в маленьком пространстве становится плохо. Так что в такой машине это просто самоубийство для меня. Ну что, я уже пришла домой. Моя тетрадка. Сейчас буду писать свои мечты. Хочу открыть посылку, показать вам книгу. И вторую я начала читать, прочитала пару страниц. И все, больше у меня не было времени на чтение. Очень хочется. Вернее, время вчера уже было немножечко. Я так устала вообще, что меня просто вырубило. Вот эта книга. Называется 10x, 10 times rule. Правило 10x, скажем так. Написала эту книгу Грант Кардон. Очень успешный человек, который сделал себя сам, который сделал свое имя, свою компанию. Здесь не просто книга читать, здесь даже есть какие-то упражнения выполнять. В общем, значит, ну читайте, буду обязательно с вами делиться. Здесь после каждого чаптера идут упражнения. То есть ты читаешь чаптер, чему-то там учишься, и потом у тебя идет упражнение, где тебе нужно делать какие-то задания. Вот. В твердой упаковке я себе взяла книгу. Красная книга. 24-25 долларов. Мне кажется, я ее дешевле заплатила. На Амазоне я купила. Вот такие вот дела. Сейчас я буду приступать к писанию своей книги. Вернее, к писанию своего будущего, своих желаний. Увидимся с вами уже позже, когда я приму душ и будем готовить свой завтрак. Ну что, приняла душ. Время в 8 утра. Я не буду ждать до 9 утра. Я буду завтракать и буду делать себе свои любимые пауэркейкс. Буду делать бекон из индейки для собачки. Вот. Потому что вчера я очень мало ела, а сегодня я сильно-сильно голодна. Поэтому я сейчас себе наделаю пауэркейков, выпью кофе и все. У меня будет очень-очень хорошо в желудке. Сейчас у меня прям он ноет и просит покушать. Завтрак готов. Мои пауэркейкс и мои индейки бекон. Кейк понюхала, унюхала уже и пришла. Это я для кейкс села. Пусть завтрака сейчас. Ну и, конечно же, кофе и мой сироп, в котором все по нулям. Только что записывала видео для английского языка на фоне вот этой замечательной стены. Думала, видео получится очень маленьким. Мне было страшно, что будет очень маленькое видео. Ничего особенного не говорила. Но сейчас смотрю, что у меня это видео заняло. Но минут 25, как минимум, это точно. Так что посмотрим, что из этого выйдет. Думаю, сегодня вечером я буду его обрабатывать. И в четверг, возможно, она уже выйдет в свет. Время еще только 9 утра. Вернее, 8.55. И я уже из своего списка сделала почти что половину. Мой список. Это я уже закончила. Это закончила. Но сейчас у меня остается 4 пункта. И мой на сегодняшний день, скажем так, дела, которые я должна сегодня будет выполнить по списку, закончится. Но я знаю, что всегда появятся новые дела. Каждый день что-то появляется неожиданное новое, что нужно сделать. Так что так, пошла делать. Действовать дальше. Ну что, мои дорогие. Я здесь лежу с попкорном. Сейчас буду читать книжку. Закрыла компьютер. Целый день сегодня работала за компьютером. С Кэтрин еще играли. Так устала. Не могу вообще. Закрыла компьютер. Думаю, нужно передохнуть. У меня уже глаза болит, спина болит. Все болит. Я целый день просто работаю. Работаю, работаю. Не могу остановиться, потому что я хочу закончить это все. Думаю, да, остановлюсь. И сяду, отдохну. Присела отдохнуть, открыла телефон. Началась с телефона работа. Уже по фитнес-проекту. Проверяю свой сайт, где у меня то, что я делала сегодня весь день. У меня там пошли заказы. Сейчас, представляю, мне нужно снова открывать компьютер и заниматься этими заказами. Так уже какой день подряд без остановок. Я сейчас не жалуюсь. Я наоборот. Я этого хотела. Я этого хотела. И это ко мне приходит постепенно. Вот такие вот дела. Похоже, что мы и сегодня, и завтра тоже будем целый день дома. Хочу просто как можно больше закончить, чтобы к выходным не была свободна. И это снова мы. И мы снова вышли на прогулку. Время у нас сколько? 7 часов вечера. В такой степени уже надоело сидеть дома сегодня. и заниматься всякими делами. И мы вышли в скейт прогуляться. Солнце немножко спряталось. Не такая жара. Но все равно душно-жарко. В той стороне где-то дождик идет. Все в тучах. Возможно, что к нам сюда тоже что-нибудь скоро и придет. Тут люди на лодках катаются. На выходных здесь очень часто можно. Сейчас не так много. Смотрите. Красота какая. Нет, тоже я сейчас прокатилась на лодке. Мозги проверкаю. А то у меня совсем они кипят на последнюю неделю. Но я не жалею, что они у меня кипят на последнюю неделю. Потому что все, что я на прошлой неделе, на этой неделе делаю, это уже приносит свои пользы, свой результат. Так что не зря я это все делаю. На бассейн мы не ходили. Потому что у меня до сих пор дни, часа мы. Вот. А так бы, я думаю, с удовольствием на бассейне повалялось. Кто-то спрашивала, когда я утром здесь гуляла, почему у нас так пусто или просто рано. Нет, у нас, посмотрите, сейчас время 7 вечера пусто. Здесь всегда пусто. Люди здесь очень редко ходят, гуляют или пешком просто ходят. Идем, Кейт, идем. Погуляемся в сторону лодок. Есть такие специально отведенные места, где там какие-то ресторанчики, магазинчики. Там оживленные такие улочки. А так, в основном, вот так вот. Машины, дороги, дома, здания. Все. Вот так везде. Вообще что. Вот такие травмальчики ходят. Видите, с ним взмахали. Мне кажется, эти травмальчики беспратно ездят по каждому городу. У каждого города свой травмальчик. Только что сейчас иду и думаю, дай-ка мы завтра... Поехали-ка мы завтра съездим в Майами с экварием. Даже если Кэтрин будет лениться, сопротивляться. Почему бы и нет? Съездим на 2-3 часа, ничего с нами не случится. Хоть проветримся немножко. А то, если просто сидеть до пятницы дома, только работать и работать, то с ума сойти можно. Поэтому поедем завтра в Майами с экварием. На этом прогулка наша не закончилась. Сейчас мы пошли посмотреть на океан, как он сейчас выглядит. Утром было очень красиво. Посмотрю, что там сейчас происходит. Сейчас приду домой, посмотрю во сколько открывается... Как он называется ваш дом? Этот Майами с экварием. Посмотрю, сколько туда ехать и посмотрим, когда мы туда можем поехать завтра утром. Хочу попробовать поснимать на дрона, а то он есть уже много лет и он просто так лежит без дела. Мы всего лишь пару раз с ним снимали. Помните, когда ездили на пляж? Снимали. И то это видео я потеряла где-то. Вот. И хочу снова его достать и начать им пользоваться. Также можно выйти к нам сюда вот на задний пляж. Можно, я думаю, с дроном здесь поиграться. Думаю, на другой стороне, тоже на заливе, где мы только что были, тоже будет возможно это сделать. И показать вам наш город сверху. Очень красиво, мне кажется, это смотрится. Что вы думаете по этому поводу? Только бы научиться мне еще им пользоваться. Он мне куда-нибудь улетит, я его сразу же, наверное, в аварию попаду с этим дроном. Кейт устала, бедная вся. Еле идет, еле дышит. Останавливается уже. Сейчас мы подойдем к пляжу и я ее уже на руках понесу. А то она уже. Кейт, летс го. Мы на пляж. Здесь у нас дети какие-то футбол играют. Здесь народ какой-то. Здесь отдыхающие. Здесь водоросли. Вообще, видите, по всему берегу я не понимаю, почему они не убирают. Или не очищают. Либо их столько просто много, и они уже бесполезно их чистят, что ли. Здесь никто не паяться, никто не хочет оживаться вниз. Никогда никуда не видят. Люди любят. Люди любят. Так, что они живут. Все-таки плавают. Чейт! Мы уже домой пойдем сейчас.